МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите информационный выпуск Вести Хакасия в студии Татьяна Донцова. И вначале главные темы. Попытка избежать ответственности. Пьяная водительница забаррикадировалась в собственном автомобиле. Мошенничество с материнским капиталом. Улучшить жилищные условия предлагают за счет дачных домиков. Самый грязный подъезд. Жители Хакасии активно включились в соревнования, объявленные жилищной инспекцией. Белый Яр стал местом проведения масштабных учений. Сегодня они стартовали во всех российских регионах. Подразделения МЧС совместно с местными властями должны были ликвидировать чрезвычайную ситуацию с подтоплением десятков домов и размывом дамбы. Есть погибшие и пострадавшие. О первом дне тренировок Елена Крылова. Вместо взрывчатки – коробки с камнями. Это, пожалуй, не считая легенды, единственная условность учений. Все остальное проходит по-настоящему. Вертолет взрывает ледовый затор на реке Абакан. На берегу дежурят спасатели. Координируют действия автономный передвижной центр управления, развернутый в поселке. В центре управления работает 9 специалистов. Каждый из них отвечает за свой определенный профиль. Это может быть обеспечение связи, либо медицинская помощь населению, оценка материального ущерба и другие. Все данные оперативно передаются в Сибирский региональный центр. Уже там принимают решение, как действовать дальше. В режиме ликвидации чрезвычайной ситуации или угрозы чрезвычайной ситуации приходилось работать и в Вершинитюе, и в Абазе, и в Сарала. Там, кстати, чрезвычайную ситуацию с подтоплением населенных пунктов решили буквально за 4 часа. Именно практически в таком режиме. Ну и у нас еще был населенный пункт Троицкая. Там же тоже приходилось довольно серьезно работать с привлечением других структур. Цель сегодняшних учений в большей степени не отрепетировать действия спасателей, а синхронизировать их с муниципальными властями. Именно в этом чаще всего и возникают проблемы. Быстрой реакцией муниципалитеты не всегда бывают готовы. Как показывает сегодняшнее учение, если бы угроза была настоящей, удалось бы обойтись минимальными потерями. Поставили конкретные задачи по делам. То есть полиция, образование, здравоохранение, инженерная служба, служба защиты. И все приступили буквально к своим вопросам, которые необходимо решать на своих направлениях. Сегодня МЧС проверила оперативность ликвидации угрозы. Свою задачу помощь эвакуированным руководство Алтайского района отработает завтра. Елена Крылова, Антон Новожилов, Вести, Хакасия. Очередная авария с участием ребенка произошла накануне в Абакане. Под колеса автомобиля попала 7-летняя девочка. Ее увезли на скорость, травмой головы и ушибами. Но госпитализация не понадобилась. Все случилось на остановке ДК железнодорожников. По предварительной версии, первоклассница решила в неположенном месте перейти дорогу. В результате ее сбила жительница Абакана на легковушке. Женщина утверждает, хоть скорость была небольшой, уйти от удара она не успела. Ведется расследование. Она прямо наискосок из-за автобуса выскочила. Не по пешеходному переходу, а вот буквально наискосок вот так вот прям выскочила. И я вот ее правой стороной задела. Она упала. И я, ну, в общем, ударилась головой. И я, в общем, вызвала и скорую, и бабушку вызвали тут всех. С наступлением тепла на дорогах появились дети. Стало больше детей пешеходов, детей водителей, детей велосипедистов, мопедистов. Поэтому следует быть более внимательными при движении, потому как ребенок абсолютно непредсказуемый и на дороге может появиться в любой момент. А вот в другом случае, который произошел также в Абакане, обошлось без пострадавших. Но виновнице все же придется понести наказание. В течение нескольких часов автоинспекторы уговаривали водительницу выйти из машины и предъявить документы. Это видео полицейские засняли после того, как затворница открыла дверь. Конду-лого, за рулем которой находилась молодая женщина, остановили на улице Хакасская. Но вместо того, чтобы пообщаться с патрульными, девушка заблокировала двери. Кстати, на тот момент с ней в машине находился пассажир. После того, как не помогли простые просьбы, полицейские вызвали мать автоледи. Но и это не помогло. Неуступчивая дама сдалась лишь после четырех часов уговоров. Невыполнение требований сотрудников полиции за данное административное правонарушение ей грозит административный штраф от 500 до 1000 рублей либо арест до 15 суток. Также девушка по признакам находилась в состоянии опьянения. Было проведено свидетельство о состоянии опьянения. Соответственно, было установлено. За данное, за управление транспортным средством в состоянии опьянения ей грозит лишение водительского удостоверения до двух лет. В Хакасии появился новый способ мошенничества. Такие предположения высказывают специалисты пенсионного фонда. Речь идет о попытках обналичить материнский капитал. Прежде в незаконных схемах фигурировали заброшенные нежилые дома в отдаленных деревнях. Сегодня за материнский капитал стали активно скупаться дачные домики. Подробности выясняла Олеся Калиниченко. С начала года за средством материнского капитала приобретено около 20 дачных домиков. На бумаге родители улучшают жилищные условия семьи. В пенсионном фонде подозревают, что это новый способ мошенничества и попытка обналичить капитал. Недавно к специалистам фонда обратилась абаканская дачница. Она уверяла, что вообще не продавала свой загородный дом. В пенсионный фонд обратилась женщина, якобы хозяйка этого дома, с вопросом, что я никому ничего не продавала, приехала к себе на дачу и увидела там посторонних лиц. Эти посторонние лица сказали, что мы приобрели за счет средств материнского капитала. Кроме того, эта женщина сказала, что там дома нет, там непригодны для проживания под снос. Материалы по этой сделке купли-продажи были переданы в органы внутри их дел для проверки. Конечно, нельзя утверждать, что абсолютно все приобретенные дачные домики непригодны для проживания. Но проверить обратное невозможно. Благодаря дачной амнистии оформление недвижимости на садовом участке упростили. Никаких документов на дачный дом сегодня не требуется. Достаточно заполнить специальную декларацию, где указать размеры строения. Теоретически можно написать, что здесь стоит двухэтажный жилой дом или сарай. Ни тот, ни другой факт никто проверять не будет. Кто должен обследовать дачные дома на пригодность для проживания, пока неизвестно. Пенсионный фонд обращался с запросами в администрацию Абакана и жилинспекцию. Обе госструктуры заверили, что инспектировать садовые домики в их обязанности не входит. В пенсионном фонде этот вопрос оставлять не намерены. Если выяснится, что за материнский капитал приобретены непригодные для жилья дачи, дела передадут в МВД. Олеся Калинченко, Сергей Казьмин, Вести Хакасия. За торжествами, посвященными Дню Победы, в этом году можно будет следить по телевидению и в интернете. 9 мая в Абакане будет транслироваться на нашем канале. Сегодня состоялась репетиция предстоящего праздника. В столице республики решено организовать две главные площадки – в Парке Победы и на Первомайской площади. Старт торжествам будет дан в 9 часов. В это время начнется возложение цветов к вечному огню. Через час, ровно в 10, уже на Первомайской площади состоится Парад Победы, а затем и концерт, главными зрителями которого станут ветераны Великой Отечественной. Они приедут из разных районов Хакасии. Фронтовики займут почетные места на трибунах. Здесь же на площади установят большой экран. С 9 до 11 часов на нем, а также на канале «Россия-1» будет вестись трансляция праздника. И это не единственная особенность. У нас будет онлайн-трансляция из всех муниципальных образований республики Хакасия, где будут проходить торжества. Люди, зайдя в интернет, абсолютно спокойно могут увидеть в режиме онлайн, что, допустим, с 9 до 11 происходит в каждом муниципальном образовании республики Хакасия вот эти часы. В деле экс-капитана хоккейной команды Саяны Хакасии Виталия Лабуна изменена квалификация статьи. Теперь вместо третьей части хоккеисту предъявили обвинение по части четвертой. Это означает, что вместо значительного сбыта наркотиков Лабуна обвиняют в том, что он продал гашиш в особо крупном размере. И вместо 15 лет ему грозит наказание до 20 лет лишения свободы. Об этом сообщает информационное агентство Хакасии. Напомним, хоккеиста задержали в феврале оперативники угрозыска. Когда он пытался сбыть гашиш. В тот же день был задержан игрок дублирующего состава команды Саяны-2 Владимир Лештаев. Его также обвиняют в сбытии гашиша. Оба хоккеиста заключены под стражу до суда. Сейчас следственные действия закончены. Идет ознакомление обвиняемых и их адвокатов с материалами дела. Депутат Минусинского горсовета Дмитрий Попков объявлен в розыск. Такое решение принял суд после того, как обвиняемый не явился на судебное заседание. Также из-за ненадлежащего поведения принято решение применить к народному избраннику меру пресечения в виде подписки о невыезде. Напомним, Дмитрий Попков обвиняется в нанесении побоев ребенку. По версии следствия, он ударил подростка, когда тот отказался снять депутата на видеокамеру на праздновании Дня города в Минусинске. Суд начался в январе этого года. Однако сразу был перенесен из-за болезни адвоката. В последний раз суд также перенесли в связи с тем, что обвиняемый, по словам его супруги и защитника, находился в больнице Канска. Проведенная проверка установила, что в указанном лечебном учреждении депутата нет. Сейчас Попков объявлен в розыск. Мы уже рассказывали, что жилищная инспекция Хакасии объявила новый конкурс на самый неухоженный подъезд. И жители республики активно подключились к состязанию. Вместе с заявками в жилинспекцию люди звонят к нам в редакцию. Шансы на победу одного из домов Абакана оценили Ольга Стельмах и Антон Михайлов. Трем домам по улице Чертыгайшева, в том числе и 42-му, за исключением одного подъезда, не повезло. Участниками конкурса они вряд ли станут. Косметический ремонт им сделали в прошлом году. Жители же первого подъезда решительно настроены на победу. Покорить жюри есть чем. Грязь просто на стенах, все исписано. Сажа, пыль вот эта вся. Грязь. Ну идешь с улицы, вот перила и все, руками заденут где-то. Ребятишки же бегают. Такого подъезда я не видела, как у нас грязного. Впрочем, лавров от победы жильцы не ждут. Скромно говорят, не заслужили. Платили исправно и даже боролись за ремонт. Писали жалобы в свою управляющую компанию ЖО1. С заявлениями ходили в прокуратуру. Если их подъезд и займет призовое место, то это заслуга только коммунальщиков. Ремонта в первом подъезде не было 13 лет. Мы живем уже, вот лично я, 69-го года. Один раз всего был ремонт. Шансы на победу у 42-го дома, конечно, большие, но большая конкуренция. Желающих поучаствовать в конкурсе на самый неухоженный подъезд в республике, как выяснилось, много. И не то, чтобы охота похвастать нелицеприятным зрелищем. Так жители надеются заставить коммунальщиков выполнять свою работу. По всем конкурсантам жилинспекция Хакасии проведет проверку с предписаниями устранить нарушения. Управляющие же компании, обладатели самых страшных подъездов, получат общественную славу в рейтинге антипочета. Мы разместим информацию об управляющей компании, о данном доме, о руководителе этой управляющей компании во всех СМИ. Кроме того, в городах мы даже попробуем на информационных счетах, на растяжках эту информацию разместить. Возможно, что с фотографией руководителя управляющей компании. Стать участником конкурса просто. Достаточно лишь сфотографировать свой подъезд, указать адрес с пояснениями и отнести или отправить в электронном виде к сотрудникам жилищной инспекции республики. Ольга Сельмах, Антон Михайлов, Вести Хакасия. В спорткомплексе «Абакан» сегодня прошли первые испытания чаши бассейна. В емкость пустили воду. Сегодня ее уровень поднялся примерно на 20 сантиметров. Чтобы заполнить 50-метровый бассейн на требуемую для испытания отметку, нужно 10 дней. Такие сроки указали в городском департаменте градостроительства. Чашу проверят на прочность и герметичность. Удачный исход у специалистов сомнений не вызывает, поскольку, по их словам, в строительстве использовались самые современные технологии и европейские материалы. В этом одна из уникальных особенностей нового бассейна, не только для нашего региона. Причем курс на все самое современное будет выдержан и в дальнейшем, на этапе технического оснащения спортивного объекта. Там будет присутствовать самая современная электронная система хронометража с выводом на жидкокристаллическое панно. Ну, большое. Ну, то есть он соответствует всем самым современным требованиям, соответствует требованиям Федерации плавания. То есть это будет самый современный и уникальный объект. В новом спорткомплексе будет два бассейна. Второй – для детей. О том, насколько спортивное и оздоровительное плавание станет общедоступным и когда объект распахнет двери для посетителей, мы расскажем в итоговой программе «Весть Хакасия. События недели» с Алексеем Гончаренко. Она выйдет в эфир в ближайшее воскресенье в 10 часов 20 минут. Галерею необычных фото- и видеоматериалов планируется создать на портале правительства Хакасии. Идея принадлежит сотрудникам Комитета по охране животного мира. Первые кадры для будущей странички уже есть. В заказнике Кискачинске в Избюрской тайге сделано вот это фото лося, который показал язык. Чтобы любой желающий мог любоваться дикими животными Хакасии и планируется создать фото-видеогалерею, которая, как обещают авторы, будет постоянно пополняться пейзажами и зверями. Рассматривается вариант, что размещать свои снимки здесь сможет любой, кому удалось заснять любопытный кадр. Это было последнее сообщение выпуска. Напомню, телефон редакции программы «Весть Хакасия» 22-72-82. Всего вам доброго и до встречи на канале Россия.